О том, насколько важно смотреть на знаки, теперь наверняка знает 20-летний водитель десятки. Он устроил двойной ДДП в Кировочепецке. Младой человек не заметил ни пешеходный переход, ни собственно пешехода. Избил его, а потом еще и лоб в лоб столкнулся с «Шевроле Ланос». Детали происшествия в рубрике «Обзор аварий». ДТП произошло 26 апреля в 19.35 на улице Миллиораторов в Кировочепецке. По предварительным данным, 20-летний водитель десятки на пешеходном переходе наехал на 34-летнего мужчину. Далее машина выехала на встречную полосу, где произошло лобовое столкновение с «Шевроле Ланос». К счастью, в машинах люди не пострадали, а вот пешеходу досталось. Его с тяжелыми травмами госпитализировали. Сейчас в обстоятельствах этой аварии разбираются следователи. Еще две машины на этот раз без участия пешехода столкнулись в городе Слободском. По предварительным данным, 61-летний водитель Нивы «Шевроле» выехал со второстепенной дороги на главную и не пропустил УАЗ. Вероятный виновник ДТП травмировался. Медики оказали пострадавшему помощь. В Нововятском районе на улице Советской пострадал юный велосипедист. По предварительным данным, 37-летний водитель «Хонды Цивик» наехал на 8-летнего школьника. Он пересекал дорогу по пешеходному переходу, но на запрещающий сигнал. На место ДТП пришлось вызвать бригаду скорой помощи. Как уточнили в ГИБДД, госпитализация ребенку не потребовалась. А в центре Кирова на перекрестке улиц Свободы и Труда не разъехались «Фольксваген Поло» и «Лада Ларгус». По предварительным данным, пострадавших нет. А на улице Стахановской не вписался в поворот водитель «Форда Фьюжн». Он не рассчитал маневры и врезался в металлический забор. Пострадавших нет, но, судя по комментариям очевидцев, у водителя теперь проблемы. Якобы у мужчины были признаки опьянения, и на него полицейские составили материал. Сергей Пичугин. Место происшествия. КОНЕЦ